Как известно, главное богатство человека – его здоровье. А оно прежде всего закаляется физической культурой и спортом. Естественно, что полноценные занятия физкультурой невозможны без наличия спортивных сооружений. Тему продолжат мои коллеги. Со времен Древнегреческой Олимпии и по сей день самый доступный и популярный спортивный объект – стадион. Здесь можно заниматься спортом для души, здесь можно встретить друзей-единомышленников, здесь рождаются новые спортивные надежды. Именно здесь черпают нескончаемый заряд бодрости, красоты, здоровья и отличного настроения тысячи неравнодушных от мала до велика. В последнее время я вижу, что приезжая сюда, то я вижу, что расширяются-расширяются контингенты и от мала до велика занимаются. Здесь это, я считаю, от души для тех, кто любит спорт и тех, кто занимается. Одна из важнейших задач, которую ставит временно исполняющий обязанности губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев перед муниципалитетами – развивать массовый и разносторонний спорт, спорт в шаговой доступности. Отличное место для занятий физкультурой – городской стадион имени Николая Петровича Бурлаки. После капитального ремонта он заметно преобразился. Реконструировано футбольное поле, уложен новый газон, отремонтированы беговые дорожки, приобретено и установлено спортивное оборудование для прыжков в длину и высоту. Появилась новая площадка для спортивных игр. Там поставили турники и так полюбившиеся детьми скалодром. Кроме того, оборудовано две новых площадки – для занятий баскетболом, а также пляжным волейболом. Теперь у каждого родителя есть возможность отвезти ребёнка на спортивную арену города. И, быть может, он не станет членом сборной команды России по какому-то виду спорта, не выиграет чемпионат мира или Олимпиаду. Хотя и это вполне возможно. Главное – вырастет здоровым и сильным. Чем больше спортивных площадок и разных секций, тем меньше дети по улицам бегают, больше занимаются делом. Самый доступный спорт – бег. А стадион очень хорошо приспособлен для бега. Пожалуйста, бегайте. Работают все группы мышц. Здесь тренажёры. У нас город вообще замечательный, спортивный. Все у нас дружные, все любят спорт, здоровье, образ жизни такой, в общем, приличный. Никто не курит, не пьёт. В общем, у нас вообще замечательный город. Очень много построили, как я уже повторяюсь, то, что очень много замечательных спортивных комплексов, где опытные тренера, где у нас предоставляются, там, не знаю, к Олимпийским играм готовят, ко всему. Но не только любители, но и профессиональные спортсмены занимаются на городском стадионе. С утра до вечера здесь кипят футбольные баталии. Разыгрываются баскетбольные матчи. Проходят турниры по волейболу. Не зря город Славянск-на-Кубани считается одним из самых спортивных городов в крае. Более 40% наших земляков занимаются физической культурой, а значит, более 50 тысяч жителей. И это не случайно, ведь в нашем городе созданы все условия для занятия самыми разными видами спорта. Кроме того, спортивная база нашего города будет развиваться и в дальнейшем. При этом особое внимание уделяется спорту в шаговой доступности. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов. Программа «События».